Огромный привет всем и добро пожаловать в новый влог. У нас с вами сегодня распаковка. Поделюсь с вами впечатлениями на новые заказы. Кстати, вот эта вот футболка из заказа в магазине Фаберлик. Но об этом позже и подробнее. И давайте не откладывая в долгий ящик, сразу скажу, что прямо в конце этого видео у нас с вами стартует новый конкурс. И призы тоже покажу в конце видео. Поэтому давайте уже начинать. И первое, что мы с вами сегодня посмотрим, это вот такую вот посылочку из магазина Пиде Парис. Я сделала заказ по рекомендации подруги. Она поделилась впечатлением и сказала, что уже делала пару заказов. Ей понравилось качество. В заказе приезжала вот такая вот декларация. Она мне ее дала для сравнения, чтобы я убедилась, что это оригинал. То есть не просто распечатанная какая-то копия с ненастоящей печатью. У меня тоже такая декларация, но учитывая то, как она распечатана, я могу сказать, что каждый раз она готовится заново. И это настоящая оригинальная печать и подпись. Итак, что у нас здесь с заказом? Я заказала три аромата. Один в пластиковом флакончике в 30 мл и два в стеклянных флаконах по 40 мл. Прежде всего, удобство заказа заключается в том, что вы можете несколько ароматов заказать. У меня здесь первый аромат. Это парфюм... Ну, мне захотелось познакомиться с ароматом от Tom Ford Bitter Peach. Много о нем слышала, и он реально очень-очень похож на оригинал. И очень-очень стойкие все ароматы, именно потому, что как раз на сайте магазина есть информация, она в открытом доступе, о том, что здесь, собственно говоря, все ароматы, они с натуральными эфирными маслами. Парфюмерия сертифицирована. Все ингредиенты доставляются из города Грасс, Франция, и продаются немного в упрощенной упаковке. Таким образом, вы не переплачиваете ни за бренд, ни за флакон, и стойкость до 24 часов на коже, на одежде еще дольше. Я это, как бы, могу подтвердить, потому что носила эти ароматы. Вот этот следующий аромат – это просто бомба. Он реально держится больше суток. И это Killian, который в оригинале, если не ошибаюсь, называется Beyond Love. Собственно говоря, довольно дорогой аромат тоже, как и Tom Ford, кстати. Я давно хотела заполучить эти ароматы в свою коллекцию, но оригиналы реально бешено дорогие. По сути, это каждый парфюм больше 20 тысяч по стоимости. И как бы, ну, такое себе удовольствие. Здесь, в этом магазине, вы можете заказать несколько флакончиков. При этом, если какой-то вам сильно аромат понравится, и вы заказали его предварительно в пластике, запросто можно его заказать затем в стеклянной упаковке и пользоваться с удовольствием. Они реально очень-очень стойкие. Следующий аромат, который я заказала – это моя любимка. Просто теперь он настолько вкусный, я просто влюблена в него. Это Good Girl Gone Bad. Это тоже достаточно культовый аромат от Killian, на самом деле. И у меня нет оснований сомневаться в том, что эти ароматы действительно именно вот, ну, как бы, похожи на те бренды, потому что я сравнивала, во всяком случае, вот этот вот Good Girl Gone Bad с оригиналом в магазине. И они очень похожи. Даже по шлейфу, ну, реально, стойкость потрясающая, оформление классное, цены очень доступные, можно за раз заказать себе несколько ароматов, и которые понравятся, к примеру, вот в пластиковом флакончике 30 мл, можно перезаказать в стекле. Я довольна заказом, на самом деле, и хочу вам рекомендовать. Ссылки оставлю прямо под этим видео, если вам интересно. Там, кстати, представлено очень большое разнообразие ароматов. Следующее, что мы с вами сегодня посмотрим, это... Доехал ко мне таки мой коврик из магазина New Chic. И знаете, вот так бывает, только я опубликовала видео со взором, уже не думала, не гадала, а он приехал. Потрясающе нежная текстура. Девчонки писали мне, что похожие продаются в Leroy Merlin. У нас в Тюмени я не нашла почему-то, не знаю. Но вот в магазине New Chic он еще, видите, немного не расправился, потому что приехал в свернутом виде. Очень легонький такой, аккуратненький. И мне нравятся такие коврики очень. Еще хочу показать вам покупку, которую сделала в магазине FixPrice. Дочь уже погрызла. И знаете, что я хочу вам рекомендовать? Эти вертикальные пазлы. Это настолько круто для ребятишек, я вам скажу. Это реально очень классная штука для развития. Моторики прежде всего. У меня ребенок вот одну уже разобрал. Я себе собираюсь, кстати, еще два докупить. Просто не успела сегодня посетить магазин. Ну вот лягушка это в собранном виде. А здесь можно до бесконечности собирать самые разные фигурки. В комплекте с каждым пазлом в коробочке идет такая книжечка, в которой варианты предлагаются для сборки. То есть там буквально вот, например, из пазла лягушка можно собрать и паровозики, и там еще какие-то другие фигурки. Супер просто. Мне очень понравилось. Если у вас есть маленькие дети, обратите внимание. Стоимость такого пазла 199 рублей. В магазине представлено 4 варианта, и мне кажется, это прям очень интересно для ребенка. Там вроде бы еще есть львенок, и, если не ошибаюсь, пазл, где вот две птички такие как будто бы. Очень-очень здоровские. И да, самое главное, это деревянная игрушка. Мне вот такие вот штуки очень нравятся. В наше время все, вот знаете, такое, либо резина, либо пластик. Я немного подустала сама от таких игрушек, да и детям уже они не сильно интересны. А вот такие вот деревянные, это прям вау. И да, кстати, для тех, кто любит переделывать часто, тоже полезненько. Еще муж буквально вчера принес вот такие вот конфетки, уж не знаю, где он купил, где-то в магазине. Слушайте, какие они вкусняцкие. Невероятно просто. У меня и детям понравились, кстати, там молочный шоколад, но самое главное не это. Здесь такое разнообразие вкусов. Клубника. Я обожаю вообще, когда внутри начинка клубника. И она, знаете, такая нежная-нежная. Немного напоминают всем знакомый, наверное, милки-вэй. Но вот эти очень-очень нежные и гораздо вкуснее. Здесь такая, я даже не знаю, что в качестве начинки, но она прямо тает. Вот прямо тает во рту. Очень понравились. Если увидите такие конфетки, обязательно купите, попробуйте. Мне нравится, особенно этот аромат малина, манго. Вау, супер. Еще, кстати, из магазина Ньюшик ко мне приехали наконец-то постеры. Я показывала информацию о том, что приехали они ко мне буквально неделю назад, по-моему, в сторис у себя в Инстаграм. И вот этот вот постер я завернула в рамку. Но на самом деле он гораздо больше. Я заказала сразу сет из трех постеров. Мне хочется их разместить на стене. Пока не успела разместить, потому что не могу найти рамки. Представляете, были мы в Леруа Мерлен, но не удалось мне найти такого размера. Там 50 на 70 только есть, а мне нужно 60 на 90. Смотрите, какие небольшие. Качество печати просто бомбическое. Если хотели такие постеры, не раздумывая заказывайте. Они просто очень-очень шикарного качества. Я думаю, что все вы знаете, что на самом деле этот принт – это закос под живопись алкогольными красками. Очень мне нравится. Давно хотела себе нечто подобное. Вот смотрите, насколько я его свернула. Это просто вообще. А вот он в развернутом виде. Это самый яркий из трех. Ну, собственно говоря, их можно и по одному размещать где-то на стене. Можно, например, в коридоре, либо в гостиной комнате. Вот. Я, кстати, планировала разбить этот сет по частям. Ну, посмотрим. В общем, может быть, сразу три удастся повесить этих картины в гостиной. Нравится. Мне очень нравится. Цветовая гамма. Такая, знаете, глаза прямо отдыхают. Я безумно довольна. Здесь у меня заказ из магазина Фаберлик. И что хочу сказать. На самом деле расцветочка такая прям очень-очень сочная, фруктовая и весенняя, я бы сказала. Фаберлик, я так понимаю, это новинки, потому что в каталоге я раньше не встречала ничего подобного. Мне качество понравилось. Футболочка очень плотного хлопка с легким содержанием полиэстера, по-моему, в 10%, всего лишь 90% это катон. И я заказала брючки. Хотела, кстати, толстовку заказать, потому что там как бы были варианты, но моего размера не оказалось на момент заказа. Поэтому я футболку только заказала. Уже выгулила этот образ, мне очень нравится. Единственное, что с брючками, конечно, я немного погорячилась. Заказала себе в размере 48. Они слегка с меня сваливаются, потому как я похудела. Вот. Поэтому, если будете заказывать, учтите, что они идут размер в размер. То есть, если вы носите 46, заказывайте 46. В целом, отличного качества. У брючек есть один небольшой недостаток. Отсутствие полное карманов. Я не знаю, почему. Я люблю, когда у одежды есть карманы. Здесь их почему-то не оказалось. Но качество, опять же, повторюсь, хорошее. Это хлопок. Комфортный очень. Итак, по условиям конкурса. Все, как всегда, максимально просто. Вы мой подписчик здесь, на YouTube. И результаты тоже опубликую здесь же, прямо в инфобоксе, под этим же видео, ровно через неделю. В качестве призов у нас с вами вот такой вот органайзер. Я знаю, мне девчонки многие писали, что не успели его приобрести в магазине Fixed Price. Я на самом деле понимаю, почему очень быстро его раскупили. Я себе взяла два экземпляра. Один сразу планировала для конкурса. Не нашлось места второму экземпляру среди моих вещей. Поэтому я решила, почему бы не разыграть. Возможно, кому-то он очень-очень желанным призом будет. Но это еще не все. Помимо этого самого органайзера, я подарю вместе с ним косметику. Мне писали девчонки под прошлым конкурсом, что хотели бы получить косметику. Я подарю мою любимку. Это тональный крем от Rimmel. Match Perfection. Он в оттенке Porcelain. Это самый светлый оттенок. Так что я подумала, если даже у вас оттенок кожи темнее, вы всегда сможете его смешать с каким-то оттенком потемнее. И получится то, что вам нужно. Но база будет как бы вот этот вот тональный. Он реально классный. То есть я пользовалась им всю зиму. Ну не им конкретно. У меня есть точно такой же. Уже открытый. Там на самом деле уже меньше половины флакончика осталось. Чем он мне нравится? Во-первых, он на коже реально практически не заметен. При этом дает полное перекрытие всех несовершенств на коже. Второе. Здесь есть SPF 20. И это прям супер. Ну вот я человек с веснушками. Поэтому да, вы их никогда не видите. Потому что тональный полностью их перекрывает. И это как раз к вопросу о качестве тонального. И второе, что разыграю. Это тоже моя любимка. Часто у меня спрашивают, что у вас на губах. Сегодня, кстати, не она. Это матовая помада от Stellarie в оттенке 12. Фламинго. У меня в запасниках еще две. Одну решила разыграть. Нравится. Она не скатывается в белую линию на губах. Она аккуратно сходит с губ не кусками, а прям вот красиво. Это оттенок потрясающе классный. Нежно-розовый нюд. При этом он делает зубы прям белыми-белыми. В общем, вам понравится. И еще один мой must-have. Периодически обновляю запасы. Сейчас, правда, у меня, конечно, в фаворитах Evelyn. Но у нас в магазине я не нашла Evelyn. Почему-то все раскупили. Поэтому пришлось вот таким образом выйти из ситуации. Это я к чему? Что это такой базовый набор косметики для макияжа на каждый день. Что важно сделать? Это тон. Это губки, которые, кстати, помаду можно использовать и в качестве румяшек. А я иногда наношу еще и вот на косточку верхнего века. И тогда макияж весь очень сильно освежает. Но без бровей на улицу нельзя. Это мое правило. Поэтому да, с бровями. Я всегда стараюсь аккуратно выбирать оттенки. И я брюнетка, но я не люблю очень темные тона. И поэтому никогда не рассматриваю их для макияжа. И никому не рекомендую на самом деле. Даже если вы очень такая жгучая брюнетка, все равно оттенок бровей, мне кажется, правильнее выбирать хотя бы на один-два тона светлее. Тогда черты лица выглядят нежнее. Макияж выглядит свежим, нежным. Супер, короче говоря. В общем, оттенки... Надеюсь, ничего не выпадет. Нет, не выпадет. Вот такие вот. Очень приятные. Здесь же воск для укладки бровей. У меня у самой такой набор есть. Пользуюсь. Здесь еще, кстати, зеркальце для удобства. И в этом же наборе есть вот такие вот кисточки. В целом, это хороший набор. Макияж правее делать очень легко и быстро. И здесь хорошие оттенки носибельные, которые подойдут и брюнеткам, и блондинкам. Потому что есть и светлые, и чуть потемнее оттенок. Шикарные. Вот. Надеюсь, приз вам понравился. Я приглашаю вас к участию. Напишите какой-нибудь один комментарий на тему... Ну, давайте пусть это будет мода. Придерживаетесь ли вы трендов модных? И интересно ли вам такие видео на моем канале? Ну, и за всем я буду с вами прощаться. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен, интересен. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!